Опухоли и средостиндия 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 Она достаточно маленькая, а опять же в верхнем средостенде расположено крупное образование. По структуре, потому что это образование имеет паттерн контрастирования синхронный с щитовидной железой, мы можем сделать вывод о том, что это является долькой и вовсе не является образованием. И, в общем-то, как правило, такие вещи не нуждаются в морфологической верификации. В более сложных случаях мы можем перейдеть к методам радионуклидной диагностики, потому что в этих ситуациях имеются радиофармпрепараты, которые высокоспецифичны, копятся именно щитовидной железой, в частности, ЙОД-123. И, естественно, если бы это не было бы акцептировано щитовидной железой, то накопления при аффект не было бы так же. Другая большая группа образований – это различные кистозные опухоли, которые также имеют специфичную катекартину и не нуждаются в верификации в большинстве случаев. То есть это образование имеет гомогенную структуру, они имеют очень низкую плотность, близкую к нулю хронсфилд, то есть плотность воды, они имеют ровные контуры и не накапливают контрастное вещество. И вот одно из таких образований, показанных вам на слайде, которое находится в среднем схотостенде. Абсолютно гомогенная, любая гидрогенность, которая вам видится, это просто шум, вы можете сравнить с гидрогенностью аорты, например. Оно низкой плотности, оно не копит контрастного вещества. Вот еще один пример кисты перикарда, то есть тоже ровные круглые бугристые контуры, гомогенная структура. В отличие от легких, в средостенде мы можем достаточно точно, как правило, измерять плотность, то есть можем судить, например, вот как здесь показано, при контрастном исследовании видим, что образование имеет низкую плотность, что тоже будет не характерно для каких-то солидных опухолей. Это также, по всей видимости, является или заворотом какого-нибудь перикарда, кармана перикарда или кистой. Но проблемы возникают, когда киста имеет высокую плотность. То есть все то же самое, гомогенная структура, ровные контуры, но вы видите, что в нативную фазу образование имеет плотность выше, чем плотность сосудов. И такие характеристики могут иметь различные лимфопролиферативные процессы, такие характеристики могут иметь нейрогенную опухоль, то есть есть образование, которое плохо копит контрастное вещество, и визуально это незаметно. И тогда, конечно, помимо компьютерной томографии нужно выполнять ультразвуковые исследования, можно выполнить МРТ. Также надо понимать, что низкая плотность не всегда является признаком доброкачественности, потому что доброкачественные кисты, они все-таки, когда мы говорим о доброкачественных кистах, мы говорим об унилокулярных кистах. А здесь, например, представлено достаточно гиподенсное образование, образование с явным жидкостным компонентом, но мы видим, что оно многокамерное. И это было представлено герминогенная опухоль. Также следует понимать, что непосредственные измерения, они могут быть искажены артефактами от сосудов, от контрастного вещества в сосудах. И здесь вам показано образование переднего светостенди, в котором мы видим, что плотность изменилась в портальную фазу, плотность повысилась на 20 единиц Хоунсфилда. И это достаточно много. Причем, смотрите, это не просто выборочный какой-то слайд. То есть если мы, например, сделаем субтракцию, вот эта цветная картинка, это субтракционное изображение, где одна фаза вычтена из другой. И, соответственно, все красные участки на ней, это участки, где в одной из фаз на 30 Хоунсфилд плотность больше, а все синие, где на 30 Хоунсфилд меньше. И только вот зеленые участки не отличаются по плотности. И мы видим, что в центральной части кисты есть участок накопления контрастного вещества, и он виден на нескольких срезах. Естественно, при просмотре изображения кажется, что все-таки это наводка от сосуда, но уточнение в таких ситуациях, оно возможно с помощью МРТ, причем для этого нет необходимости контрастировать, потому что при магниторезонансной томографии есть весьма специфическая картина для жидкостных образований. То есть оно гипоинтенсивное на Т1, гиперинтенсивное на Т2, ну и в том числе на Т2 с жироподавлением, но ничего кроме жидкости на этом уровне толком мы не видим. Это однозначно говорит о том, что накопление, которое мы видели при компьютерной томографии, является артифициальным. Ну это плотность. То есть все-таки с оценкой форм, у компьютерной томографии крайне хорошо обстоят дела с оценкой формы и контуров. То есть, например, даже появившееся образование в переднем средостенде, при наличии соответствующего анамнеза, мы можем достаточно однозначно характеризовать как транзиторную гиперплазию стимуса, если знаем, что у человека, например, было или оперативное вмешательство, или, например, была химиотерапия. То есть мы видим в переднем средостенде. Есть незначительно уплотненная жировая клетчатка. А на следующем направлом изображении вы видите, что там появилось образование в форме тинуса. То есть со временем оно исчезнет. И просто по форме, по своей, это образование явно отличается от опухоли тимуса, которая всё-таки имеет более круглые контуры, более неправильную форму, но не имеет форму тимуса, вот представленного тимома, который находится в правой части переднего средостенде. Когда мы определились, что всё-таки мы имеем дело действительно с опухолью, то первостепенное значение в определении природы образования ещё со времён классической рентгенографии имеет именно расположение опухолей. Единственное, что изменилось с приходом КТ в оценке расположения, это то, что если рентгенологи делят средостенде на 9 частей, то классификация средостенде компьютерно-томографическая всё-таки обычно это 3 или 4 части. Иногда отдельно выделяется верхняя. И это очень удобно, потому что это позволяет все опухолевые изменения достаточно точно расклассифицировать на узкие дифференциально-диагностические ряды. То есть, например, в заднем средостенде практически всё ограничено нейрогенными какими-то процессами. И если мы видим, что это образование солидное, то крайне вероятно, что это образование будет швономой. Если мы видим, что оно жидкостной структуры, то, соответственно, переневальная кистой. Иногда возникают проблемы с определением расположения, и классические рентгеновские системы не работают. То есть, например, мы видим образование, которое проецируется на лёгкое, мы видим образование, которое образуется средостенем острые углы, тем не менее, если мы посмотрим на структуру жировой клетчатки, когда она так подтянута, всё-таки становится понятно, что образование исходит из тимуса. И это не рак лёгкого, а тимома. Могут возникать и с более крупными изменениями. То есть, например, вы здесь видите большие изменения, которые занимают половину гемиторакса, а не гиперденсную нативную фазу. И здесь вполне возможно допустить ошибку того, что это болезнь плевра, как это болезнь плевральной полости, а при наличии соответствующего анамнеза, например, травмы, это легко можно испутать с гемитораксом. Тем не менее, то есть подробный анализ позволяет сказать, что образование растёт из верхнего средостенди в плевральную полость, оно накапливает контрастное вещество, то есть помимо просто гиперденсных участков есть участки накопления контрастного вещества образования. И, соответственно, это опухоль, а не гемиторакса. Структура опухоли имеет второе значение. Например, мы здесь видим два абсолютно идентичных образования. Они оба округлые, они накапливают контрастное вещество, они имеют небольшую гетерогенную структуру без явных каких-то жидкостных компонентов. Тем не менее, первое расположено в переднем средостенде, а второе в среднем. И второе образование не может быть тимомой. То есть первое является тимомой, а второе является эктопированной паращитовидной железой. Естественно, для того, чтобы диагностировать аденомы паращитовидных желез, эктопированных, помимо расположения требуется ещё определённый анамнез, поэтому структура, пожалуй, имеет даже не второе значение, а какое-то третье и наименьшее. Потому что структурных каких-то характеристик крупных опухолей, средостеней, которые позволяют точно установить диагноз, точно определить, что за опухоль, их достаточно мало. К таким можно отнести, например, наличие жира, который встречается в липомах и в зрелых тератомах. К таким можно отнести кальцинаты. Но кальцинаты встречаются практически во всех, и в симомах, и в семеномах, и в прочих герминогенных опухолях. Но редко, например, бывают в лимфомах первичных, хотя тоже могут быть. Таким образом, единственное, что нам остаётся, это расположение, может быть, ещё поражение рядом прилежащих структур. Но здесь тоже надо быть аккуратным, потому что обычно, например, крупную лимфоденопатию, ну, стандартный дифриат лимфоденопатии входит всё-таки лимфома, саркоидоз, метастатическое поражение, но метастатическое поражение именно при раке лёгкого. Здесь же мы видим два практически идентичных исследования. То есть протоколы описания вот этих исследований, они будут отличаться только размерами лимфоузлов, и тем не менее, в первом случае речь идёт о метастазах рака яичника, а во втором случае о лимфомисходостинде. Таким образом, если мы ещё учтём, что бывают редкие опухоли, то здесь, ну, специалистам лучевой диагностики остаётся расписаться в полном неумении определять гистологическую природу, но мы можем достаточно точно определить распространённость процессов. То есть, в частности, соотношение с сосудами. Пускай мы не видим перикарда, пускай мы не видим стенку некоторых вен, то есть мы можем всё-таки по наличию жира между опухолью и структурами, по площади соприкосновения высказаться о том, есть инвазия или нет. И это тоже достаточно важная задача, которая хорошо решается с помощью компьютерной томографии. Мы можем определить инвазию паренхимы лёгкого, то есть мы видим, что опухоль не просто проецируется на лёгком, он также изменяет характеристика ткани лёгкого, инвазию мягких тканей, причём нам не нужна какая-то высокая контрастность, как правило, чтобы определить инфильтрацию мышц. Ну, правда, есть ряд болезней, при которых оценка распространённости без привлечения других методов, в частности, позитронно-эмиссионной томографии, невозможна. К ним относятся лимфомы, и не только потому, что при лимфомах буквально диагноз написан чёрным и по белому, гораздо понятнее картинка, чем при компьютерной томографии, но также какие-то мелкие изменения, они лучше видны при ПЭД. То есть здесь нам сложно трактовать периоды изменения этого лимфоузла, а при ПЭД, понятно, что он является поражённым. Ну и, естественно, оценка эффективности лечения, то есть когда мы можем видеть какие-то изменения при компьютерной томографии, видно, что при позитронно-эмиссионной томографии эти изменения не имеют метаболической активности. с тем, благодарю за внимание. Поэтому с тем, что мы на weiterяжем, это когда мы можем видеть